Часть пятая Нахылися, Яворонько, ше ты зелененький, Нажурисся, Козаченько, ше ты молоденький Малороссийская песня Рассеянно глядел парубок в белой свитке, Сидя у своего воза, наглухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, Спокойно проплывав свой полдень и утро. И угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, Осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла, наваленных кучами оконниц, горели. Зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок Превратились в огненные. Горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, И усталые языки перекупок мужиков и цыган Ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, И благовонный пар отварившихся галушек Разносился по утихавшим улицам. «О чем загорюнился, Горедько?» Вскричал высокий загоревший цыган, Ударив по плечу нашего парубка. «Что ж, отдавай валы за двадцать!» «Тебе бы все валы да валы, Вашему племени все бы корысть только, Поддеть да обмануть доброго человека!» «Ну, дьявол, да тебя не на шутку забрало! Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?» «Нет, это не по-моему!» «Я держу свое слово, Что раз сделал, тому и навеки быть!» «А вот у хрича черевика нет совести, Видно и на полшеляга!» Сказал, да и назад. «Но его и винить нечего, Он пень да и полно! Все это штуки старой ведьмы, Которую мы сегодня с хлопцами на мосту Ругнули на все бока! Эх, если бы я был царем Или паном великим, Я бы первый перевешал всех тех дурней, Которые позволяют себя седлать бабам!» А спустишь валов за двадцать! «Если мы заставим черевика отдать нам поразку!» В недоумении посмотрел на него Грицко. В смуглых чертах цыгана Было что-то злобное, язвительное, Низкое и вместе высокомерное. Человек, взглянувший на него, Уже готов был сознаться, Что в этой чудной душе Кипят достоинства великие, Но которым одна только награда есть на земле Виселица Совершенно провалившийся между носом И острым подбородком рот, Вечно осененной язвительной улыбкой, Небольшие, но живые, как огонь, глаза И беспрестанно меняющиеся на лице молнии Предприятий и умыслов. Все это как будто требовало особенного, Такого же странного для себя костюма, Какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, Прикосновение к которому, Казалось, превратило бы его в пыль. Длинные, валившиеся по плечам Охлопьями черные волосы, Башмаки, надетые на босые загорелые ноги, Все это, казалось, приросло к нему И составляло его природу. Не за двадцать, А за пятнадцать отдам, Если не солжешь только, Отвечал парубок, Не сводя с него испытующих очей. За пятнадцать? Ладно, смотри же, Не забывай, За пятнадцать! Вот тебе и синица в задаток. Ну, а если солжешь? Солгу, задаток твой. Ладно, ну давай же по рукам. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok